Добрый день, дорогие друзья! Пекло на небо не облачко. На небо, на небе не облачко. Что-то засыпали щебенкой дорогу, и никто ее делать не собирается. Наверное, решили пусть прикатают, а потом уже будут делать. В квартире духа, тища, ветер уже который день. Но сегодня, хоть он не такой сильный, как эти три дня, просто... Вот я смотрела с балкона на улицу, там людей просто сносило, а я выносила мусор. Наводила порядки в доме, в доме, в квартире. Я же делала томат, да, и он меня все это время стоял там, запутанный, выстаивался, выдерживался. О, тут только сказала, что ветра нет, а он, видите, задул, чтобы я зря не говорила. Ну, он горячий, прям вообще обдует горячий ветер. Там машины с красно-белые. Что-то забирают, что-то назад носят. Вот. И я все это пораставила, немножко убралась в квартире, немножко повязала. С утра пока было прохладно, вот можно повязать. Я сейчас распределяю так, что сегодня вот я в 6 часов утра встала, быстренько поставила на закачку видео и пошла там, повязала. Вот. В 8 часов уже закрыла балкон, потому что жарко. Вот. Ну, у меня же, я же говорю, что вязание такое сейчас, что надо считать, считать и считать, поэтому сильно быстро не двигается. Вот. А сейчас я там планирую кое-что сделать, покажу вам. Ну, в квартиру заходишь, все равно ощущается, что здесь прохладнее, чем на улице. Вот. А я думаю, что у меня жарко в квартире. Но сейчас вот кондиционер все равно справляется. Это не 40+, поэтому, в общем-то, сейчас хоть как-то можно жить. До этого жить просто было нельзя. Что я хочу сделать? Я хочу что-нибудь спечь, так как я никуда не хожу. И хлеб я покупала последний раз, тогда, когда я ходила за посылкой, сколько это дней уже было, я не знаю, у меня там еще немножко осталось, она... поесть что-то первое. Если вы помните, на днях я готовила шейки куриные, да? Но я поела один раз бульон, они оказались, видимо, цыплячьи. Ну, имеется в виду, что молодых цыплят, да? шейки. Поэтому они были такие маленькие, и так как я один раз поела, там их ничего не осталось, ну, я не стала уже марать посуду по поводу того, что делать в холодец. взяла, добавила туда вермишель, нет, у меня лапша была. Лапшу добавила, лапшу, и сделала такой а-ля суп, скажем так, без картошки, лук порезала, и все. Ну, и, в общем, у меня вот только он. Потом я готовила котлетки, фарш у меня был, и куриную грудку. Просто порубила ножом, и сделала свои любимые котлетки, такие, как для гамбургера. Вот, ну, и готовила рис в мультиварке. Это уже второй раз, вторую порцию сделала я. Вкусный такой рис получился. Прям что называется, мне очень понравился он. Ну, и сегодня я готовить не собираюсь ничего, потому что ну, есть котлетки, есть эта лапша, надо доедать. Есть помидоры на салат. И вообще такую жару особо есть не хочется. Так вот. Я решила, что надо что-то не туда. Вынесла мусор, забыла положить пакет. Пустой. Пустую емкость без пакета кинула. Вот так. Голова не работает. Вообще. Я сегодня плохо ночью спала, из-за того, что жарко. Вчера же ветер дал мне в окна. И получается, что вчера было прям ночью очень хорошо. Я спала прям долго. А эту ночь что-то как-то не айс. Хотя я легла в 10 часов вечера. и по идее должна была выспаться до 6. Но встаешь вот как будто бы и не спал. Хотя спишь ночью. Вот. И получается, что я встала в 6. Уже же рассказала вам, что повязала и т.д. и т.п. А что сейчас я вот это экспериментирую. Хочу сделать эксперимент. Нахваливают очень, что вкуснятина, когда мешаешь пшеничную муку с рисовой мукой. Вот я решила поэкспериментировать. И скажем так, вместе с вами посмотрим, что из себя будет представлять этот эксперимент. Это у меня разрезхлитель для теста. Но что-то он какой-то интересный. Что вот это такое? Непонятно. Добавлять его туда или не добавлять. Добавлю. Ладно, бог с ним. Так. и вот такое состояние, что не знаю, вроде как хочу спать, хотя поедет должна быть выспавшаяся. Ну, ничего. Я каждый день себя успокаиваю тем, что еще неделька и станет прохладнее. Сейчас уже все равно ночью там 22-23 это не 27, как у нас было ночами. Вот. Поэтому вот так я себя мотивирую. Ну, и есть у меня еще другие мотиваторы, поэтому не жалуемся на жизнь, говорим спасибо каждому дню, ценим все то, что он дает и получаем по максимуму наслаждение. Так, это у меня рисовая мука. Мне ее оставила дочь, она когда ехала с морей, она добавляет ее в сырники, поэтому брала ее с собой. На морях, я не знаю, наверное, не готовила, наверное, не было, возможности готовить эти сырники, а может быть, брала еще. Вот, поэтому я решила, думаю, ну, слушала уже неоднократно, перемешаю с рисовой мукой, говорят, тогда нежнейшее получается, просто прелесть. Да, как вы видели, добавляю еще разрыхлитель, не знаю, тоже, многие пишут о том, что вот этот разрыхлитель, он убивает запах дрожжей, и дольше не черствеет, и так далее, и так далее, поэтому вот я один раз добавлю, другой раз не добавляю, по-всякому бывает, вот, так что очень вам благодарна за ваши замечательные слова, мой адрес, столько много комментариев получила, столько замечательных слов, после того, после видео с моими фотографиями, да, действительно, как мне сегодня написала Татьяна Борисовна, да, что вот тот, кто со мной давно на канале, да, он, как бы, наверное, примерно представляет, каким видео относятся эти фотографии, которые были выставлены, я сама, наверное, раза три смотрела их, любовалась на себя, я, наверное, там и кран закрывала, да, я не видела, мне не видно, потому что стоит штатив так, что непонятно, как его располагать, вот, я сейчас хочу сделать не тесто, там, на пирожки или еще что-то, хочу сделать опять оладушков, прям, очень мне хочется оладушков этих, значит, как видели, я всего лишь, ну, я думаю, столовую ложку сахара добавила, это для того, чтобы дрожжи лучше подходили, насколько я знаю, рекомендуют не добавлять много сахара, потому что сахар якобы не дает подниматься тесту, ну, это же все, наверное, из опыта людей, которые готовят, да, вот это вот все, ну, у меня обычно пропорция, мама, как мне рассказывала, сколько, чего, а я все делаю на глаз, вот, допустим, я же знаю примерно, сколько мне надо на оладушке, да, муки, поэтому добавляю постепенно, вот, в общем, сейчас я сделаю, поставлю в мульти, ой, в мульти, в микроволновку, в микроволновку я ставлю, наливаю стакан кипятка из, ну, из-под крана, у нас вода очень горячая идет, поэтому я набираю оттуда, и оно у меня подходит, подойдет, раз я его осажу, потом еще раз подойдет, и я буду уже тогда готовить пирожки, в принципе, можно и запечь в духовом шкафу, но сейчас я же говорю, нет желания париться абсолютно, хотя уже так хочется пирожков с капустой, очень мне хочется пирожков с капустой, я сейчас в магазин крайне редко хожу в магнит, поэтому вкусняшки не покупаю, и получается, что уже соскучилась за пирожочками, вкусненькими сейчас у них наверно там и с яблоками, был же яблочный спас, да, и с яблоки со смородиной, вот, ну, у них там выбор очень хороший, большой, поэтому выбрать есть из чего, и я же уже рассказывала, что мне проще купить один пирожок, чем возиться, и потом не знать, куда это все девать, ну, не в том смысле, свеженькое же, оно всегда вкуснее, да, это раз, вот я, допустим, готовила беляши, да, у меня там наверное еще, ну, я не знаю сколько, но сколько-то лежит в морозилке, конечно, вытягиваешь, размораживается, ну, когда оно свеженькое, оно гораздо вкуснее, вот, теперь вот так вот я взбиваю, допустим, когда тесто замешиваем, да, то мы умесим его там даем 5-108 говорит, минут надо замешивать, а я вот так вот взбиваю для того, чтобы клейковина тут, как говорится, заработала, да, ну, и насыщаем кислородом, ну, вот, чтобы мука раскрылась, чтобы все ингредиенты сочетались, вот, так что для тех, кто не знал, но вряд ли на моем канале есть такие, что не знают, все уже со своим опытом, и много еще, чего, чего можно у вас научиться, не говоря уж о том, чтобы я вас там чему-то научила, вот, поэтому я уверена, что у вас тоже там есть очень много секретов в приготовлении теста, да, ну, вот, ну, я сегодня вам показываю, как я готовлю тесто на свои дрожжевые оладушки, в общем, я сейчас еще немножко помучаю его, побью ложечкой тесточка, ну, а потом мы встретимся, я вам покажу, что из этого всего получилось. Ну, что, дорогие друзья, прошло уже почти час, время не прошло, посмотрим, что тут у нас, я вам дам провода, ай-яй-яй, как хорошо подошло, смотрите, вот это красота, да, красота, красота, даже вот тут вот, ну, придется мне выбрасывать вместе с тестом вот это вот, а куда деваться, никак его отсюда не уберешь, так, друзья мои, ну, остальное, ну, я думаю, что вы уже знаете, как это все делается, да, вот почему-то у меня сковорода, она довольно-таки не старая, и вот это вот почему-то серединка стала вот такого цвета, и вы знаете, такое впечатление, что скоро уже мне ее придется выбрасывать, потому что раньше не прилипало, а теперь вот в серединке прилипает, и я пыталась ее чистить, конечно, щадящий вот этот вот порошок, который кремообразный, да, не очищается, такое впечатление, что оно выгорело, вот это вот все, и я даже не знаю причину этому всего, ну, сама по себе сковорода хорошая, мне она очень нравится, ну, вечным ничего не бывает, да, насколько хватит, настолько хватит, я пока не страдаю от количества, у меня есть другие сковороды, да, и сковорода-гриль у меня есть, и есть еще, ну, по меньшей мере штучки три, вот, поэтому, ладно, сейчас я первую партию выложу, и потом покажу, когда я спеку, не буду вас, вашего времени отнимать, ну, что, получается вот такие замечательные оладушки, как я уже говорила, я их готовлю под крышкой, то есть, первая сторона у меня обжарилась немножко, и я переворачиваю на следующую сторону, и накрываю крышкой, и потом, вот, они не падают, не садятся, после того, как крышкой накрывают, потому, что есть свойства у оладушек, когда они поднимаются, вытягиваешь со сковороды, и они опадают, да, эти опадать не будут, ну, мной уже проверено, и не один раз, вот, сейчас они немножечко остынут, я этот раз хочу вот такие маленькие готовить, поэтому буду по чуть-чуть, ну, что, давайте посмотрим, что из себя представляет, видите, все прожаренные внутри, такие они хорошенькие, на вкус еще не пробовала, вкусно, все в меру, ну, рецепт выверен, потому, что я обычно в этой емкости делаю постоянно, поэтому, как бы, примерно знаю, сколько муки надо, соли, сахара, если захочу, можно с вареньем, захочу, можно с сахарным порошком посыпать сверху, со сметанкой, без сметанки, ну, я делала их такими, чтобы они не были слишком сладкие, да, ну, они вообще, скажем так, солоноватые, для того, чтобы, если что, можно было с первым покушать, в общем, сейчас пережарю все оладушки, и потом вам покажу еще, что я провязала сегодня, там, немножко повязала капюшон, ну, и на этом, наверное, закруглюсь, ну, что, весь гикт, я попробовала, да, действительно, они нежнейшие, ну, как бы, как вариант, можно кушать и с рисом, ну, я имею ввиду, с рисовой мукой, подымается, как видите, да, тесто, я думаю, что, тоже можно иногда и покушать такие, мне еще на одну сковороду осталось, а здесь получается, что две, на четыре сковороды, три, шесть, шестью четыре, двадцать четыре оладушка получилось, так, и так, значит, что я тут прорезала, ну, если разложить вот так, то я провязала следующие, во-первых, я вывязала вот эти уголки, здесь же у меня, как бы, типа, V-образного выреза, да, и чтобы выйти на одинаковую линию, нужно было провязать вначале треугольнички, с одной и с другой стороны, ну, они вяжутся поворотными рядами, вот, и затем уже вышла на прямую линию, здесь я выделила три петли, одна центральная петля и две для того, чтобы из них прибавки делать, ну, в конечном итоге, вот так это все выглядит, для чего я это сделала, потому что я вот тут вверх у меня связан по обхвату горловины, поэтому, чтобы расширить вот это место, у нас же как расположен, шея, как вернее голова как выглядит, то есть вот это у нас шея, да, а потом идет голова, ну, и что-то типа этой формы и у меня, кстати, мне задали вопрос, будет ли мастер-класс, друзья мои, я не вяжу по мастер-классу, но увидела, вернее, не я увидела, а дочь моя увидела мастер-класс на канале Светлана Света Вяз называется, и у нее там очень подробно все рассказано, как вязать, и она показывает, вот, я все вяжу, ну, увидела, как бы просмотреть, просмотрела мастер-класс ее, но так как у меня совсем другой размер, другая пряжа, я все под себя делаю, вот именно капюшон, я вяжу именно так, как у нее только с кое-какими добавками, ну, например, у нее вот здесь уголок связан до вот этого места, а у меня, если вы обратите внимание, поворотный ряд заканчивается вот здесь, посредине плеча, Светлана обращает на это внимание в своем видео, потому что, ну, по идее, так и должно быть, вот, и мне нужно сейчас на обхват головы вывязать вот это расширение, то есть в моем случае 56, но я уже практически вывязала, потом у меня будет просто прямоугольник вязаться, потом будет убавка, у меня будет он как бы округлой формы, капюшон такой, что когда будет холодно, можно было бы одеть на голову и он выступал бы в роли шапочки, да, не такой, что капюшон свободного кроя, скажу я так, да, а именно так, чтобы он был по голове, здесь конечно еще и кетлевка будет, еще тут много чего нужно делать, но факт то, что уже идет к завершению моя работа, сейчас, ну, я не знаю, смогу я сегодня еще вязать или не смогу, но если смогу, значит повяжу, нет, значит завтра утром буду вязать, вот, потому что ну, по-другому никак, вот, так что дорогие друзья, рассказала я вам, чем я сегодня занималась, сегодня практически не смотрела свои сериалы никогда мне было и больше ничего я не вязала и ничего не делала, вот, ну, в компьютере там много я сидела, что-то чистила, что-то удаляла, что-то переставляла, перегружала и так далее, и так далее, особенно в ютубе наводила там порядки, ну, в общем, я, как всегда, в конце своего видео желаю всем добра, хорошего настроения, легких петелек, здоровья и прощаюсь с вами совсем ненадолго, до новых встреч, до новых видео, с вами была Ирина.